Всем привет дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган177. Сегодня на обзоре у нас будет КРАЗ-260. Очередная доработка данного КРАЗа. КРАЗ на самом деле очень классный. Неоднократно мне уже встречался в игре Спинтарес. Еще на далеких версиях игры. Так скажем, на прошлых версиях игры. Ну что ж, давайте посмотрим сначала относительно внешности данной машины. Хочу также сказать, что прискочав данный мод, вы получите несколько разновидностей данного мода. Разновидности будут отличаться только в текстурах. Ну вот это вот у нас текстурка называется, то есть вот эта разновидность мода называется клинер. То есть он чистый. Чистый от каких-либо текстур. Установлен вот такой вот номер. Достаточно блатной. Т-37-ТТ. Регион 33. Прямо не знаю, номер под стать Майбаху. Вот. И сзади точно такой же номерной знак. Присутствует, ребят, вид из кабины. К сожалению, отсутствует, так скажем, имитация поворота головы. У нас вот так вот все происходит. Мы выскакиваем из кабины. Вот. Конечно, было бы неплохо, если все-таки была бы имитация именно поворота головы, а не вот эти выпрыгивания влево-вправо. Так, ну давайте, наверное, я сейчас сразу, собственно говоря, заспавню здесь рядышком все существующие моды, которые входят здесь в пак, так скажем. Значит, вот этот 260-ый клинер у нас, тот, что стоит. Потом дальше идет. Че? Кантемира. Как? Кантемировская. Давайте вот так-то его сюда поставим. Вот так сейчас их в рядок все выставим. Добавить. Потом следующая моделька. Посмотрим, чем они особо там сильно, не сильно отличаются по текстурам. Так. Так. И вот так. О! Вроде бы все, да? Вроде бы всех заспаунил. Вроде бы все на месте. Ну и поехали, наверное, по порядку. Значит, вот этот 260-кантемировская. Продолжить. Давайте пополню, чтобы вот эта байда красная ушла. Значит, здесь у нас уже добавлены текстурки. Флаг России. Здесь написано 076. Изменен номерной знак. Регион подмосковный. 7737 ОК. Также изменен, естественно, идентичный номер стоит. И также спереди. В остальном, в принципе, по текстурам особо никаких изменений я здесь больше не вижу. То есть, это я так предполагаю. Вот меняются текстурки относительно вот на дверях. Вот. И, собственно говоря, меняется номерной знак. Ладно. Так. Давайте я тогда буду так же постепенно их удалять и пересаживаться в другие. Вот этот флаг. ЛПХ флаг. Давайте сюда пересядем. Пополним. 350 литров у нас пополнилось. Ага. Понятно. Так. Здесь у нас тоже флаг России. Здесь у нас ЛПХ. Написано, значит, с текстуркой там елочки. Да. Туда означает, что это машина лесовоз. И номерной знак здесь с Владимирским, по-моему, Владимирский, да? Регион 33. Точно не помню. Т977КТ. Вот. Мне кажется, это, наверное, какой-то приоритетный номерной знак на этой машине. Потому что, по-моему, точно такой же и на той. Ну, ладно. Давайте бок с ним. В принципе, это особой роли не играет. Изменена текстурка незначительная. Здесь, более того, там была какая-то такая вот финки-флюга, да, здесь. А здесь у нас елочка. Вот. Ладно. Давайте это мы тоже пока удаляем. То есть, не пока, а вообще удаляем. И пересаживаемся на другой. СКВО. ВВ. Продолжить. Пополняем. 350 литров. Ну, то есть, в принципе, функционалы у всех одинаковые. За исключением, как еще раз повторюсь, изменена текстурка на дверях. Здесь что-то добавляется. В данном случае здесь вообще ничего не добавляется. Вот. Опять же, флаг России. ВВ. Так, номерной знак сзади черненький. 73-37, ок. 11-й регион. Вот. И такой же номерной знак, соответственно, спереди. Так. Дальше поехали. Удаляем. ОМ-2 флаг. Продолжить. Пополнить. Здесь, в принципе, опять же, ребят, мы видим с вами ОМ-2, да. То есть, это, он, кран какой-то здесь изображен. Флаг России. И номерной знак. Т-797-КТ. 33-й регион. Такой же номерной знак расположен на переднем бампере. Ну, и давайте этот мы тоже удалим, чтобы не заполонять. ОМ-2. ОМ-2. Т-970-КК. КК. 33-й регион. И здесь то же самое. На дверях. Что у нас здесь изображено? ОМ-2. Ага, без знака. Российского флага, то есть, вот здесь вот. Ну, различия особенно, ребят, я, честно говоря, так таковых в машинах не вижу. Честно говоря, не особо значимы эти текстуры, по моему мнению. Что-то автор прям, что-то как-то слишком лихо заморочился относительно вот этих текстур. Вот. Мне кажется, можно было бы обойтись какой-нибудь одной, но более-менее подходящей к этому автомобилю. Ладно. Удаляю я и этот мод. И пересаживаюсь к КРАЗ-260 клинер, то есть, чистый. И здесь мы уже тогда будем с вами, что называется, его смотреть, тестировать. Вот этот КРАЗик. Ну, по внешности я уже, в принципе, сказал. Достаточно очень неплохая текстурка. Красиво все смотрится. Текстура соответствует внешности самого автомобиля. То есть, не знаю, может быть, какая-то здесь смотрелась бы лучше. Но лично по мне, вот эта зеленая, она, конечно, более офигенско смотрится, нежели, наверное, какая-либо другая. Вид из кабины, еще раз напоминаю. Клаксон от грузовика, значит, с весом автомобиля здесь все в порядке. Вот. И давайте заведем, собственно говоря, автомобиль. Как вы, собственно говоря, уже услышали по предыдущим модам, звук здесь двигателя свой. Работа светотехники. Вау, вау, вау. О, нифига себе. Смотрите, сжигаются головные фары на бампере. Вот эти только не горят, к сожалению. Загораются габариты. Либо это поворотники, наверное, скорее всего. А вот поворотники. Тоже они, кстати, загораются. И загораются еще также огни автопоезда. И плюс ко всему, ребят, сразу загорается у нас здесь фароискатель, который мы еще с вами не установили. Он есть в аддонах. Вот. Но мне кажется, это несколько неправильно. Надо было просто-напросто его присобачить сюда, и чтобы он вообще не аддоном ставился, а тупо стоял постоянно. Потому что, получается, фары зажигаем. По факту ничего здесь нет, но здесь что-то светится. Что-то какая-то фароискатель невидимка. Вот. Проверяем ночью, как это все горит. Очень даже симпотненько вроде как, да? Все светится прекрасно, офигенно. Вперед тоже светит далеко и надолго. Давайте теперь, собственно, смотреть на аддоны. Включаю гараж. По колесам сразу говорю, что ничего нет. Присутствуют только аддоны. Преимущественно дефолтные. А.С. 10-260. Это у нас, ребят, цистерна. На емкость которой составляет 1400 литров. Это свой аддон. То есть, эта цистерна не дефолт. Говорит стоп. Горит задний ход. Загораются. Нет, габариты в руке не загораются. То есть, при включении фар габариты не загораются, к сожалению. Но работают стопаки, работает задний ход. Отлично. В этом только плюс. Так, смотрим далее. Снимись. Бак. Данный бак емкость составляет 500 литров. Ну, нифига себе. Зачет. 500 литров это зачет. На Виторгане он такой же бак стоит. Он у нас там 350 литров. В принципе, давно нам всеми известный бак. Единственное отличие от предыдущего. То есть, от того, что на Виторгане, по-моему, это такой серенький, более серый. Вот. У меня же он такой более черный. Вот. А так, в целом, это тот же самый бак. Так, функциональная штука, на самом деле, при прохождении карты просто незаменимая, я бы даже сказал, если мод какой-нибудь, так скажем, прожорливый. Бочку устанавливается с емкостью цистерны 1200 литров. Дефолтная, так скажем, цистерна с дефолтным функционалом. По-моему, ничего никуда здесь не заезжает. Единственное, здесь какая-то опора втыкается у нас в бак. А так, в целом, все очень даже неплохо. Горят габариты, кстати говоря, на ней. Вот они, в принципе, видны, я думаю, да? Вот, видите, они загорелись, потухли. Вот, чего не было замечено на предыдущей цистерне. И устанавливать, кстати, вот здесь я вижу, что можно установить еще плюс ко всему и бак. То есть, офигеть, ребят, получается функционал. В таком исполнении вы сможете перевозить 1700 литров. Очень функционально. Надеюсь, это не шибко завышено. Дальше у нас идет, ребят, полуприцеп цистерна. Давайте к нему позже, когда оденем сцепку. Дальше, дальше, дальше. Дальше у нас здесь идет глушак. Это пожаробезопасный выхлоп. Устанавливается он здесь вот спереди. Вот такая трубень просто-напросто здесь появляется. Выхлоп, соответственно, переносится со стандартного места наперед. Здесь тоже все грамотно и как положено. Так, груз. Чего? Чего-чего? Я боюсь матом сказать, я поэтому не буду говорить. Короче, ребят, это у нас деколтная автономка. Давайте будем проверять ее на погрузку на локации лесоповала. На погрузку, разгрузку. И что здесь вообще у нас грузится или не разгружается. Так, два очка гража. Фу, гража. Два очка бревен мы с вами получили. Скидываем груз. Получаем четыре коротких бревна. И обратно все, ребят, все прекрасно, замечательно загружается. Дальше идет у нас кунг. По функционалу 800 ремонта. Он нам несет дефолтный кунг. А бак я могу еще поставить? Да, и бак могу еще поставить. Прикиньте, ребят. Прикиньте. Бак тоже ставится. Апупеть вообще. Ну, что-то бак прям вообще заподлицо просто там воткнулся. По ступеньке, походу, вообще пронизили бак здесь. Это не есть гуд, конечно же. Вот видите, они ступеньки идут. Одевая бак, они эти ступеньки начинают пронизывать этот бак. Не есть хорошо. Функционально, но неправдоподобно. Так, ладно. Маячки. Маячки в размере двух штук. Вот они, они, собственно говоря, маячки. Желтенькие такие. Все как положено. Дефолтненькие. Вот. Зачетненькие. Светит хорошо. Все прекрасно и замечательно. Кстати, сразу, пока не забыл, обращаю ваше внимание на точки зацепа. Точка зацепа сзади. Точка зацепа. Одна точка зацепа спереди. И по точке зацепа на подножках. Я, честно говоря, ну, если опираясь на реализм, да, я, честно говоря, побоялся бы что-либо цеплять за подножку. Мне кажется, если захочешь перевернуть в жизни такой грузовик, зацепившись за подножку, скорее всего, подножка оторвется. Я так полагаю. Потому что все-таки масса у него, скорее всего, неимоверная. Ладно, поехали дальше. Хорошо, что есть эти точки зацепа. Для игры они будут очень даже актуальны в плане переворота. Потому что что за жопу, что за перег, тянув, не всегда хорошо получается перевернуться. Потянув за подножку, буквально можно сказать, что это стопроцентная победа в плане переворота на колесах. Снимаю маячки. Платформа. Платформа бортовая. Позволяет возить груз 2 очка бревен. Загружаемся. Получаем 2 очка. Скидываем груз. Получаем 4 коротких бревна. Все офигенно. Так, платформа роспуск. То есть, эта у нас платформа нужна для роспуска. Обычная платформа. Также можно установить протектор. А протектор это... А, прожектор. Вот как раз таки прожектор, о котором шла речь в начале обзора. Вот. Зажигая свет, видите, он светится. Но он, к сожалению, светится даже если... Ой, что-то я либо... Вот, он светится даже если я прожектор снимаю. Вот это, конечно, не есть хорошо. Так, ладно. Платформа роспуск установлена. Также можем установить с вами роспуск лонг. То есть, длинный роспуск. Колеса, кстати, на роспуске соответствуют тем колесам, которые установлены на грузовике. Очень гармонично так все это дело смотрится. Опять же, ребят, в таком же исполнении можно еще впиндюрить сюда бак. Вообще офигенно. Просто супер, ребят. Прохождение карты просто будет на высшем уровне. Я считаю, быстренько. Я надеюсь, он проходимый. Быстро пройдете любую карту без каких лишних дозаправок. Возможно, дозаправитесь, конечно. Ну, 500 литров лишних, они просто далеко не лишние. Вот, ладно. Так, роспуск мы с вами установили. Давайте проверим на погрузку длинных бревен. Так, только длинные бревна, да? Отлично. 6 очков бревен мы с вами получаем. Скидывая груз, мы получаем 2 коротких бревна. Все прекрасно, ребят, и замечательно. Так, что у нас там? Роспуск лонг. Так, это мы с вами установили. Снимаю платформу. Ой. А, снял платформу, да? Дальше у нас идет седло. Подождите, седло. Еще у нас есть техпомощь вот такая. По функционалу 600 ремонта. А почему так мало? Вот здесь вот реально мало. Вот почему? Вот по размеру она, в принципе, точно такая же, как дефолтная. Сделали бы, мог бы автор сделать, кстати, ее 800 очковую. Блин, я вообще, кстати, лоханулся в плане описания. У автора прилагается офигенное такое большое описание, о котором я, к сожалению, подзапамятовал. Ну, ладно, давайте вот где-то там уже, наверное, на третьем обзоре. Обзором я это описание зачитаю. Значит, автор данной модели у нас Сергей Некрасов. Филипп Тимченко, Иван Кузнецов и авторы аддонов, используемых в данной моде. То есть они же являются авторами, кого я перечислил. Мод имеет 6 оригинальных текстур и 17 аддонов. Внимание, баг. При погрузке КРАС-255 Шаланда отцепляется. Нажать В и кликнуть левую кнопку на черную точку прицеп. Ну, да, 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 это понятно. Груженную Шаланду повтор... А, груженную Шаланду повтор, ну, понятно. Бонус на дефолтный КРАС-255 прописаны новые колеса. Шаланда и удлиненная роспись. Плюс мод больше брызг грязи. А что у меня тут? Еще какой-то фалик с тобой пришел. Эй, ты что не признался, когда установился? Что ты с собой что-то принес? Ладно, это посмотрим, что там, какие брызги грязи у нас добавлены. Это когда покатимся уже, поедем по полигону. Так, ладно, техпомощь достаточно, да, оригинально смотрится. Свой аддончик, это, безусловно, хорошо. Ну, можно было бы обойтись и обычным дефолтным. Но, тем не менее, спасибо автору. Вот, дальше у нас устанавливается тент. Два очка гаража. Это дефолтный тент обычный. Вот, и также еще, ребят, у нас оставался один аддон. Это травл. Для травла, естественно, нам все-таки нужно уже, наконец-то, установить седло. Сцепка, да, наша всеми известная. И благодаря этой сцепке мы сможем с вами сейчас поставить дефолтный полуприцеп цистерны, емкость которого составляет 3200 литров. Кстати, колеса точно такие же, как на самом автомобиле. Снимаю, да. Что там у нас еще-то, господи, по полуприцепам-то. По полуприцепам. А, вот шаланда, давайте посмотрим. Кстати, тоже колеса такие же. Смотрим, значит, на погрузку. Длинные бревна, загружаем. Вот, видите, да, косяк. Вот, косяк. Ну, кстати, насколько мне известно, он исправим. Тоже такие же колеса. Все офигенно. Ребят, 6 очков. Груз скидываю. Получаем 2 коротких бревна. Чпок опять опалился. Вот. Нужно, конечно, обязательно это дело все, ребят, контролировать. А, там у нас сзади борт еще открывается. О, прикольно. Парковочные опоры опускаются. Но, по-моему, они до земли не достают. Скинут. Ой, не скинут. Шори. Не Шори. Так, парковочные опоры. Отцепить прицеп. О, да, он садится, ребят. Я боюсь, что если я сейчас выйду из-под него, то я уже, скорее всего, не зацеплю. А парковочные опоры, они, по-моему, земли не касаются. А, они вроде касаются. Ну, давайте я попробую их, чем черт не шутит. Шмякнется он или нет? Практически не пошевелился. Есть чуть-чуть только. А, ну, смотрите. Вот, вполне заезжабельно. То есть, можно вернуть его на место. Так, парковочные опоры. Респект. Вот, ладно, все. Скидываю Шаланду. Устанавливаем трал и смотрим, что там как. Трал, да? Вау, какой тральчик, ешкин-матрешкин. Да, колесики здесь на трале уже свои, а не те, что на самом Крайзе. Блин, обожаю я этот Крайз, честное слово. Так, лапа пуш. Лапу пуш нажали. Все, лапа опустилась. Давайте заспавлю какой-нибудь Крайзик. Проверим, то, как туда вообще все это дело заезжается. С радиусом побольше только, а то что-то как-то я тут не заеду с такого радиуса. Надо было вообще, конечно, куда-нибудь подальше отъехать. Что-то как-то тесновато тут. Так. Супер год. Так, супер, супер, супер год. Смотрите, следы масла даже на трале присутствуют. Вон пятнышко кто-то протек. Блин, как-то прозвучало не очень хорошо. Оба-на! Зачет! Вообще офигенно, ребят. Посмотрите, как мы встали. Еще немножко сейчас бы свалили на этот. Опа! Ну-ка, если я сейчас пересяду на окрас и закрою эти лапы пуш. Давайте повернемся сразу. Даже вот так вот камеру сместим на трал. Ок! На тебе! Хе-хе! Подвинули. Ну, смотрите, в принципе, вполне реально, смотрите, можно перевозить. Классно. О, поехали. Че, с кразом поедем или с бревнами? Ой, то есть с тралом или с бревнами? Нет, с тралом что-то как-то хардкорно, по-моему, получится. Давайте, наверное, все-таки одену я бортовую платформу и, собственно говоря... А так, а что у нас здесь? Ага, парковочные опоры есть. Ну, давайте я его тут вот так вот оставлю, пускай стоит. Поехали, оденем с вами бортовую платформу и, собственно говоря, прокатимся по полигону. Так, где она у нас там? Бортовая платформа. Платформа. Где-то прям было написано платформа, по-моему, или как там. Груз, бурлэ. Бочка. Нет, не бочка. А, вот, да, платформа. Вот, платформу одели, давайте так же еще... А че это такое? Не понял. А-ха-ха, здесь блокировка не стоит, что ли? Да, здесь блокировка, ребят, не стоит. Смотрите, да, маячки можно так, маячки, ладно, точим маячки. Пункт сюда же ставится. Ничего не блокируется. Автономка ставится. Глушак, ну глушак, ладно, само собой разумеется. Цистерна прикрепляется. Вот такая вот. То есть очень функционально, ребят, получается. Блин, блокировки не прописаны просто-напросто к этому моду. Вообще просто вот все, что угодно мы можем, по-моему, туда в пиндюрить. Вместе с бортовой платформой. Ну-ка, а вообще, что там вообще совсем можно поставить? А если я платформу распуска под распуск? Да, то же самое, ребят. Вообще блокировки на аддонах нет. Короче, все, что угодно можно вместе ставить. Но делать этого я не рекомендую. По той простой причине, что вы тут забагуете очень сильно. Вот, ладно, будьте адекватными. Возможно, автор это вполне, возможно, что переделает. Доведет до ума. Вот, но тоже будьте все-таки разумнее. И не ставьте совместные аддоны. И я думаю, все-таки он сделает грамотно все. Потому что мод, на самом деле, очень красивый, достойный внимания. Так, платформу распуск снимаю. Устанавливаю платформу обычную. Нагружу ее на два очка. И, собственно говоря, давайте... А, знаете, тут же у нас еще бонус. По поводу бонуса, бонуса, бонуса. Это мне нужно создать 255-й дефолтный. Вот он он. И посмотреть, тут должны появиться у нас колеса. Ага, вот точно, на самом деле. На дефолтном 255-м Крайзе у нас появляются колеса, а дефолтные... Ага, понятно. Вместо! Вместо, ребят! Блин, это было бы прикольно, если бы тут они третьей строчкой появились бы. Это было бы классно. Ну ладно, это, в принципе, как бы особо большой роли не играет. Но, тем не менее. Ладно, создать, удалить. И где там мой клинер этот? Вот он. Поехали! Поехали прокатимся по полигону. Обзорчик, наверное, такой достаточно длинный получится у нас. Ну, я думаю, это... Данный мод достойный такого длинного обзора. Почти вписался. Ну, преимущественно, ребята, конечно, сказал бы, что все-таки на этом моде больше дефолтных аддонов, чем свои. Классный трал. Кстати, мне трал понравился. Классная техничка, классная цистерна. Все очень достаточно функционально. Один большой минус – это отсутствуют блокировки при установке аддонов. То есть аддоны лепятся буквально друг на друга. Это не есть хорошо. Обязательно, обязательно просто прошу автора переделать это то, как должно быть. Установив платформу, никаких других аддонов мы поставить больше не можем. Так, поедем мы с вами на болото. Нырок. На повышающке идет очень даже бодро. Вообще не буксует. Может быть, если и буксует, то самую малость. Это особо не влияет на скорость прохождения болота. Здесь на самом деле, ребят, топка. Глубоко. И далеко не один мод здесь засандаливался по самой неболой. Здесь же с этим модом ничего подобного, ребят. Я не вижу. Идет очень офигенно. Без каких-либо притормаживаний. О буксовании даже речи не идет. Вижу, что намокает. Кабинка намокает. Что-то вот с брызгами грязи, я, честно говоря, не знаю. Я что-то пока еще... Ой, куда я поперся-то? Пока еще не очень замечаю, что тут брызги грязи там какие-то стали у меня. Может быть. Может быть, на самом деле. Да, ну да, вроде как на самом деле подлетает грязь здесь больше. Вот. Но, честно говоря, я не фанат таких модов. Брызги грязи там или еще что-нибудь подобное. Для меня самое актуальное в игре это работоспособная лебедка во время заглушенного автомобиля. Вот это да, это актуальная штука. Вообще просто офигенная. Перекувырнулся. Не надо тебе никого ждать. Не надо никого... Если мультиплеер, то ждать. Вот. Если в одиночной игре, то не надо там гнать какую-то другую машину. А зачастую другой нет. К примеру, не открыта она еще, да. И все, трындец, переигрываем карту. А с рабочей лебедкой? Все очень даже просто становится. Зачастую-то деревьев в игре спинтарис предостаточно на любых картах практически. Вот. Деревьев, пеньков, валяющихся палок, за которые можно всегда зацепиться. Вот очень грамотно сделана, конечно, точка зацепа на подножке. Единственное, конечно, если опираться на реализм, я повторюсь, подножку оторвет просто-напросто к чертовой бабушке, если в реальности зацепить за нее трос и потянуть бурзовик, чтобы его перевернуть. Либо вообще использовать как буксир, да, там, к примеру, подножку. Оторвется вообще, даже не заморачиваясь оторвется. Так, ну что, проехали болото вообще без каких-либо проблем. На повышенной шикарно. Впереди у нас гора. Я думаю, зайдет на эту гору, даже не задумываясь. Вот вроде бы, казалось бы, дефолтная платформа, да? Дефолтный груз. И вот такую вот порнографию, ребят, мы с вами наблюдаем на дефолте. Бревна качаются, и вот эти ремни, они пронизывают платформу. Вот мне многие пишут, да, вот буквально недавно, сегодня, вчера, то, что я делаю некачественные обзоры. Я не на все обращаю внимание. Ребят, вы обратите внимание сначала на дефолт. Вот просто обратите внимание на дефолт. Насколько паршиво, порой, просто вот сколько этих недочетов в дефолтных транспортов. Почему я должен обгаживать мододелов за какие-то, ну, просто мизерные какие-то недочеты, когда у нас в дефолтном исполнении такие косяки наблюдаются. И я, делая обзоры на какие-либо моды, ко мне потом в личку пишут претензии, что я такой сипой, не делаю грамотно обзоры, не говорю обо всем, да потому что я не считаю нужным говорить, к примеру, там, не знаю, то, что колесок, да, там, где-то там что-то не пачкается. Ребят, было упомянуто, вот вчерашний КАМАЗ, да, который был обзор от всех и 19 рус, что это тестовые еще версии, что мод будет дорабатываться. И все равно мне пишут в ЭЛЭС, что я не все говорю. Да потому, блин, ну это просто какой-то дурдом, ей-богу. Я буду просто-напросто банить всех, то есть, ну, не банить, добавлять черный список всех, кто мне будет высказывать какие-то претензии по отношению моих обзоров. Вот да я реально, я заморозил, то есть, мне уже надоело перед каждым отчитываться, то, почему я не сказал это, почему я не сказал то. Так, ладно, перенесусь к моду на уровне лобового стекла, здесь, в принципе, так оно и есть везде, на самом деле. Я никогда не буду обсирать моды то, как делают это другие обзорщики модов. Никогда. Если мод вполне адекватный, он вполне играбельный, и у него хорошая внешность, я закрываю глаза на какие-то незначительные недостатки. Если же мод просто неиграбельный, то да, естественно, я выскажу свое мнение. Так, хардкорная грязь, ребят, на повышайке. Так, вот мы сели в хардкорное, самое хардкорное место в этой грязи. Давайте включим пониженно, дай бог она нам поможет. Ну, в принципе, мы двигаемся, но крайне медленно. Потом мне вчера один писал, и сегодня, то, что мне платят кто-то за пиар модов, поэтому я делаю такие неправдоподобные обзоры. У меня, честно говоря, уши в трубочку сворачиваются, глаза косить начинают, когда я читаю вот такую подобную бредятину, просто вот бредятину чистой воды. Кто-то мне за что-то платит. Да никто мне ничего ни за что не платит, ребят. Никто мне ни за что не платит. Я это делаю, потому что мне это нравится. А если мне кто-то будет начинать говорить, что это я делаю плохо, ребят, не смотрите, и все. Просто берите и не смотрите. Я не гонюсь за количеством подписчиков у себя на канале. Я не гонюсь за заработком. Так что, знаете, выслушивать такую бредятину в свой адрес я не собираюсь. Если бы была бы это моя основная работа, я бы здесь заколачивал бы какие-то немоверные бабки. Может быть, я прислушивался бы к бредовым мнениям тех или иных людей. Ну, простите, я это делаю просто от чистого сердца, потому что мне это нравится. И выслушивать при этом какие-то бредни, вообще не считая нужным, еще раз хочу сказать о том, что все будут переноситься в ЧАЭС. Если это будет обсуждение такого плана в группе, все люди эти будут добавляться в бан на основании того, что будет нарушение правил группы, а именно обсуждение решения администрации группы. Такой пункт правила группы есть. Если кто-то не верит, может ознакомиться. Так, ну что ж, очень достойно мы проехали. Весь полигон практически остался у нас здесь только автодром и полоса разгона. Сейчас мы с вами разгрузимся на пилораме и прокатимся по автодрому. Так, разгрузились. Тест на работоспособность подвески. Включаю первую. Блин, кстати, как красиво здесь все сделано. Смотрите. Здесь, правда, что-то лишнее, по-моему, вращается. Что-то на что-то колеса наезжают. Ребята, это, может быть, не совсем правильно. Не понял. Да, да, да. Оси болтаются, так скажем, отдельно от колес. Вот, да, это видно, я думаю. Не мне одному. Кстати, а анимация карданов у нас вообще здесь присутствует. Я, кстати, вот все время... А, у нас здесь седло стоит. Да, прикольно. Седло стояло. Так, ладно. Снимаю я, где она? Ага, вот платформа. Давайте проверим анимацию карданов. Что там, где у нас карданы? Карданы анимированы. Все как положено в этом плане, как бы без нареканий. Так. Ну, рессоры гнутся. Здесь тоже, как бы, все вроде бы нормально. Гнутся рессоры или не гнутся? Или у нас здесь, опять же, колеса отдельно от машины ходят? Е-мое. Да, с таким видом я мало что разгляжу, ребят, к сожалению. Ну да, по-моему, тут, опять же, да. Колеса ходят отдельно от осей. Да, видите, вон, колеса шатаются. А сама рессорина стоит на месте. Да. С подвесочкой, ребят, здесь беда. Вот с подвеской беда. Так, погнали. Первое препятствие, это у нас ступеньки. Заехал, я уж чуть было не разочаровался. Второе препятствие, это у нас шишиги. Полет над шишигами. Я чуть не застрял. Нырок в инырок. Супер гуд. Ладно, давайте на повышенное доедем до змейки. Не будем торопить события. А то я хотел уж на автомат переключиться. Так, понеслась змейка. Ай, торопиться не надо. Поворот колес достаточно такой медлительный. Ой, отлично, грамотно пройденная змейка. Вообще просто великолепно. Но повышенный, не заглохли. Все как положено, ребят. Дальше у нас идет с вами параллельная парковка. Ручничок. Даже маленько не доехал. Я думаю, даже с такого ракурса спокойно залезу на параллельную парковку. Да, идеально. Просто шоколад. Следующий у нас... Господи, что не обзор, так звонок. Да что ж такое-то? Я этот телефон выкину, наверное, когда есть. Я им вообще не пользуюсь. Мне мобильного достаточно. Так, парковка в гараж. Блин, да что же с этой камерой-то происходит-то? Я не знаю прям. Вот из-за камеры этой я не залез в гараж с первого раза. Ну, 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 давай. Все, запихались. Отлично. Разворот в ограниченном пространстве. Ну, здесь тоже, в принципе, проблем быть не должно особо. Я думаю, спокойно влезет, блин, за ушатал машину об столб. Нет, здесь несколько, так скажем, медлительный поворот колес, поэтому я, честно говоря, особо не привык к этому. Ну, вообще идеально. Просто великолепно. У нас даже здесь места. Еще что-то сколько осталось, чтобы вписаться. Так, ну и горка, собственно говоря. Залетаем с вами на горку. Как же тяжело тобой управлять. Нет, так не пойдет. Так не пойдет. Да, что-то я из колеи выбился. Так, отлично. Ручник. Ручник держит. Первое. Газ. Великолепно. Нет, проходимость на самом деле очень хорошая. На пятерочку проходимость потянет. Даже вот с учетом, что... Не пять с плюсом, конечно. Пять с плюсом, когда в хардкорной грязи мы проезжаем, там, включая пониженную, просто вылетаем из нее, да. Вот это пять с плюсом. А вот здесь пятерочка как бы тверденькая такая, вы знаете ли, по проходимости, я считаю, можно смело такую оценку ставить. Вот. Насчет, конечно, как он себя поведет в грязи, там, погрузившись на шесть очков, это я сказать не могу. Это уж вы сами, ребят, потестите, как он будет себя вести. А вот с двумя очками очень даже бодро везде проезжает. Ё-моё, какое же сложное управление. Вот гонять на нем на каких-то серпантинок я не рекомендую, потому что крайне тяжело в управлении. Вот колеса поворачиваются несколько медлительно. Так, отремонтировались. Без урона, с полным баком, газ в пол, включаем состояние, смотрим максимальную скорость этого мода. Так, 41 километр это я уже видел. 41,3 максимум пока еще. 42,7. Ну, это, наверное, предел. 42,7. Ну, даже если это предел, ребят, это вполне хороший предел. Честно говоря, большего и не надо. 42,7, да, на самом деле, больше мне и не показало. Ну и, соответственно, ребят, традиционно краш-тест. Ой, какой-то краш-тест у меня получился не очень хороший. Уазик перевернул. Так, выключаем состояние. О, обратно поставился. Так, ну, у нас здесь 516 урон. Блин, а сколько здесь всего-то урона прописано? Я чуть не обратил внимание. 3600, блин, автор, ты что-то перегнул стопудово. Максимум 5-х аточка, не больше. 3600 урона, куда столько. Это читерство, чистой воды. Так, смотрим на Уазик. Уазик по традиции ушатался весь нафиг. Так, ладно. Закругляемся с вами. Ой, простите. Вот, закругляемся с вами на этом круге почета. Да и на этом, пожалуй, заканчиваем. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте Витарган 177 Спинитарес. Скачать данную эмоцию вы сможете, увидев ссылку под видео на сайте Эстэмоции и в моей группе. Всем спасибо и всем пока.